Здравствуйте! Это проект телеканала ОТС Культурный Максимум. Я Алексей Кудинов. Начну, пожалуй, с главной новости этой недели. Наш регион получит четверть миллиарда рублей на создание новой площадки для театра Афанасьева. Деньги придут по нацпроекту «Культура». 50 миллионов из федерального бюджета выделят уже в этом году, 200 миллионов в следующем. Напомню, театр Афанасьева должен расположиться вот здесь, на месте бывшего кинотеатра «Пионер». Работы курирует город. На 50 миллионов мы договаривались неостанавливаемый темп, потому что это были наши деньги. Работа за дело уже сделана. До конца года 50 миллионов еще будет реализовано на федеральных. То есть на 100 миллионов в этом году будет закрыта работа. На 250 мы сейчас имеем железное подтверждение. Следующий бюджет следующего года мы стоим в плане графики. За театр Афанасьева, слава тебе, Господи, если ничего не изменится в стране, можете не волноваться. Это было лично в Министерстве культуры, нам подтвердили полностью этот проект. Меж тем, театр Афанасьева открыл сезон. Пока на старой подвальной площадке, где он предположительно останется до того, как въедет на место бывшего кинотеатра «Пионер», первый спектакль детский о Байболите. Также детскую премьеру показал Новосибирский областной театр «Кукол». Там поставили спектакль «Собака-пес». Чарующие звуки ямайского регги или группа «Кармен» это юность родителей сегодняшних первоклашек. Ностальгические чувства старшей части публики всколыхнет и большая ролевая игра, которую затеяли герои спектакля. Сказочные мальчишки и девчонки разбирают себе персонажей «Айболита». Приносят из дома реквизит и начинают вживаться в роли. Современные дети гораздо лучше разбираются в онлайн-играх. Дети сейчас очень часто много сидят в гаджетах, телефонах, телевизорах, компьютерах. И мы хотели напомнить им, что такое улица, что такое уличные игры. И напомнить о том, что на улице очень много друзей, которых можно завести. И прекрасно играть с ними, проводить время на свежем воздухе. Корней Чуковский такой посыл в свою сказку вряд ли закладывал. Но и спектакль в театре Афанасьева поставили по мотивам «Айболита». Основная сюжетная линия, конечно, сохранена. Добрый доктор отправляется помогать африканским зверюшкам. Но тут в дело вмешивается Бармалеева, что превратится гуманитарная миссия «Айболита» предсказать трудно. Спектакль, мне кажется, в первую очередь о том, как хорошо быть ребенком. Как можно легко придумывать свой мир и быть понятым в нем. Найти единомышленников. Это вот для детей. А для взрослых, например, можно легко вдохновиться миром детства, вспомнить, как это было чудесно и почувствовать, даже прочувствовать ту свободу, которая есть у детей и которой не хватает взрослым сейчас. В Новосибирском областном театре «Кукол» также показали спектакль, который начали готовить еще до пандемии. Он называется «Собака-пес». Интересно, что ставил его французский режиссер. В этом спектакле другой саундтрек, но тема та же – как хорошо иметь друзей. Правда, это не только радость, но и ответственность. Режиссер Ролан Банин сделал спектакль по повести французского писателя Даниэля Пинака. Это и для детей, и для взрослых. Считаем, что как будто детей нужно тоже можно с ним пообщаться на равни. Есть вещи, которые нужно им показать, нужно видеть. Это, ну, это все понятно им. Вот. Ну, конечно, это очень трогает тоже и взрослых. Спектакль получился серьезным, даже остро-социальным. Зрители следят за жизнью бродячего пса, юность которого прошла на свалке. И в поисках лучшей жизни герой отправляется в город. Хочется строить отношения с людьми, обжигается, оказывается за решеткой. И вот, кажется, находит хозяйку. Получает забавную кличку «Пес», но приключения на этом не заканчиваются. Тему спектакля, ну, это еще прекрасно выразил Экзюпери, своим маленьким принцем, что она выражается одной фразой, что мы ответственны за тех, кого мы приручили. Поэтому вот в этой фразе сказано все основное, вся основная идея и смысл этого спектакля. Добавлю, что массовые мероприятия с участием детей в регионе все еще запрещены. И на эти спектакли нельзя, да и не нужно отправляться классами. Гораздо лучше сходить с семьей. В обоих случаях после просмотра есть, что обсудить дома. Как рекламировать театральные и киноновинки? Этот вопрос стал перед индустрией не 10 и не 20 лет назад. В Новосибирском художественном музее открылась уникальная выставка из Санкт-Петербурга. На ней представлены театральные плакаты столетней давности и киноплакаты середины прошлого века. Народная быль по Толстому и кинематографический спектакль в семи частях о товарищах-демократах. Много ли мы знаем о дореволюционном отечественном кино? Даже беглого взгляда на киноплакаты вековой давности хватает, чтобы понять. Мы не знаем практически ничего. Имена многих актеров и режиссеров прошлого специалистов восстанавливали даже не по обрывкам кинопленки, а по чудом сохранившимся плакатам. Ранний киноплакат часто вешался буквально на стену. Это тоже, кстати, к вопросу о том, почему так мало сохранилось. О каком хранении может идти речь, если на скорую руку, клеем к стене все приклеено. А потом срывалось вот так. В Новосибирском художественном музее показывают уникальную коллекцию из Петербурга. Выставка делится на две части. Киноплакат второй половины десятых годов прошлого века и театральный плакат середины прошлого столетия. Все это привезли на деньги нас, проекта «Культура». Две части выставки. На первый взгляд они не очень друг другу подходят, но практика их объединений вот здесь, в одном пространстве художественного музея, показалось, что они себя очень дополняют. То есть они комплиментарны. Они помогают увидеть и те яркие бурные события, которые сотрясали нашу страну в начале 20 века. И то, ну, в каком-то смысле даже некое утонченное эстетическое наблюдение за окружающим миром, которое характерно для театральных постановок середины 20 века. На эту выставку можно смотреть под разными углами, изучать историю кино или отечественного театра. Так, очень популярный спектакль ленинградского тюза «Модель 1668» был снят с репертуара из завода войск в Чехословакию. Внешнеполитическая обстановка вообще сильно влияла на афиши. Можно изучать и разные дизайнерские или художественные стили. Вот этот плакат столетней давности вполне бы мог украсить рекламу какой-нибудь современной рок-группы. Прежде всего уже зрел полноценный графический жанр. Мне интересно, очень сложный, потому что он лежит на грани между искусством и рекламой. То есть это что-то такое утилитарное по своей задаче, но при этом, безусловно, требующее творческого подхода, образного, ассоциативного мышления, вообще работы художника. Так вот, мне было интересно, как этот плакат работает. Как он привлекает внимание, как он заставляет задуматься, как он передает информацию от театра к зрителю. В мире становится все более популярным коллекционирование киноплакатов. Правда, отдельное название этой страсти, вроде филателия или нумизматика, не придумали. Раритетные театральные плакаты также большая ценность. Особенно, если представить себе, как они выглядели на фоне серого дореволюционного Петербурга или как радовали переживших войну ленинградцев. Вслед за оперной премьерой Иолантой, Нават представил балетную Байдерку. Этот спектакль поставил испанский хореограф Нача Дуата. В прошлом году он уже сделал это в Санкт-Петербурге, и вот теперь постановку перенесли в Новосибирск. Специалисты относятся к этой практике по-разному. Но мы попытались посмотреть спектакль с точки зрения обычного зрителя. Балет Петипана, музыку Минкуса – классика мирового хореографического искусства. И новосибирская публика помнит несколько успешных постановок Байдерки. Нача Дуата от канона отошел, немного сократив музыкальный материал и пересмотрев статичные эпизоды. Здесь очень много таких стилизованных индийских движений. То есть это особое движение головой, корпусом. То есть вот первый акт, он очень приближен к индийским мотивам. Они прям очень хорошо просматриваются. Все мизансцены, они теперь представлены в танцах. То есть привычная нам пантомима, она убрана, она вся перенесена на танцевальный язык. Ну и плюс увеличена динамика спектакля. Теперь спектакль нигде не проседает. Одно событие смещает другое, танцы, и все это гораздо динамичнее, чем было, на мой взгляд. Для постановщиков было важным добавить в балет индийский колорит. Напомню, Байдерка рассказывает о трагической истории любви знатного воина и храмовой танцовщицы. Ни Петипа, ни Минкус в Индии не бывали. А вот современная публика с этой страной знакома, как минимум, по болливудским фильмам. Авторы постановки это учли. При этом многие канонические фрагменты остались в неприкосновенности. Основные классические номера в балете сохранены. Практически целиком третий акт, акт теней. Но при этом не в таком торжественном стиле, да, и в официальном классической хореографии исполняется, а более, опять же, пластическом, более естественном. Ну, я думаю, зритель это подметит. Если вы увидите танец начала второй картины первого акта, это типичный Болливуд. Много мужчин, развивающиеся халаты, они кружатся в танце. Это очень похоже на то, что мы видим в фильмах Болливуда. Плюс сцена выяснения отношений Ники и Гамзати немножко напоминает сцена выяснения фильма, знаете, это из моего детства «Зита и Гита». Готовить новосибирскую версию Байдерки труппе пришлось в необычных условиях. После многомесячного простоя нужно было как можно быстрее восстановить форму. По себе лично могу сказать, что, конечно, отвык от сцены и, думаю, не только я один. И поэтому было двойне приятно, а может даже и втройне, и так же волнительно выходить на нее после такого большого пропуска. То, что мы начали с подготовки к премьере, это тоже такой, на самом деле, благоприятный вариант, когда мы повторяем все по несколько раз, учим, как-то легче было войти в форму. Байдерку в Михайловском театре Нача Дуата поставил год назад. Спектакль получил разные оценки. От восторга балет действительно стал более динамичным, до критики. Но кто же посмел перелицовывать пятипа? Подобную реакцию можно прогнозировать и в Новосибирске. У публики разные взгляды на то, как относиться к балетной классике. Лично я с удовольствием смотрю на то, как современные хореографы дискутируют со своими великими предшественниками. Все-таки театр – это не музей. В Новосибирске широко отметили День музыки. 1 октября концерты прошли в самых разных местах. В фойе госучреждений, в метро, в аэропорту. И сотни или даже тысячи жителей города узнали о самом существовании такого праздника. Популярные джазовые стандарты, фантазии на известные темы. Что-то танцевальное и поднимающее настроение. Джаз-оркестр «Сибирский Диксиленд» играет не только в филармонических залах. Улицы европейских городов или переходы метро везде найдутся любители такой музыки. Наш первый концерт был в 1988 году именно здесь, в метро. То есть коллектив открылся в метро. Ну а сегодня мы решили, поскольку здесь много публики, немножко привлечь, немножко рассказать, позвать к себе на концерт. Ну не только к себе, не только к нашему коллективу, а вообще в филармонию. Мы должны расширять круг наших посетителей, зрителей. Международный день музыки как раз и придумали для распространения этого искусства во всех слоях общества. Праздник не молод. Его установили по инициативе Международного музыкального совета при ЮНЕСКО в середине 70-х. Отмечать можно по-разному. 1 октября интернет-сообщества и чаты, в которых состоят музыканты, пестрят тематическими открытками. А профессиональные и любительские коллективы дают бесплатные концерты. В этот раз день музыки отметили и в областном центре, и в районах. Обычно октябрь – это дождь, слякоть. И, конечно, солнечная музыка, она вызывает совершенно однозначные явления в душе. Это солнышко. В Новосибирской филармонии ко дню музыки приурочили презентацию нового арт-пространства. Под него отвели помещение буфета камерного зала. Организаторы постарались, чтобы здесь было интересно детям и подросткам. В этом помещении, которое мы... Оно еще не имеет названия. Арт-пространство – это, кстати, общее название. Может, оно останется, я не знаю. Может, будет какое-то другое. У нас есть несколько проектов, которые мы надеемся в конце октября, в начале ноября уже воплотить. Ну, скажем, выступления наших музыкантов профессиональных, которые обладают, кроме того, что они обладают мастерством, обладают уникальными коллекциями музыкальных инструментов. Могут быть чисто литературно-музыкальные вещи. Мы надеемся, что сюда придут дизайнеры, театроведы или актеры, художники, чтобы была очень пестрая, так сказать, в хорошем отношении вещь. Но я еще должен сказать, что День Музыки – это замечательный праздник, но для нас, профессионалов, каждый рабочий день – это День Музыки. И это все на сегодня. В следующей программе поговорим о новосибирских авторах, которые открыли свои выставки в Москве и Санкт-Петербурге. А также попробуем прогуляться по закоулкам одного из новосибирских театров.